В 1965 году при затримании особливо небеспечного злодия загинул старший лейтенант отдела криминального вышеку Михаил Малайчук. Злочинцы оказал узброенное сопротивление оперативной группе милиции. Он был неодноразово осуджен за разбой и крадежи, а после вызволения с колонии здесь с ним жудостное злочинство, относенных до 83-годовой пенсионерки. Спочатку обрабывал я ее, а потом, как замести следы, спалил в хате. На рахунку забойцы были так само крадежи лесу, товары материальных каштовностей у сельских крам и коней мясовых жихаров. Пушуковые мероприемства примуслили злочинцу залегче на дно. И он отсеживал все свое сужительки у везцы Заболоцкая, Чачарского района. Было принято решение руководства направить на задержание преступника, оперативных сотрудников отдела уголовного розыска. Возглавлял эту группу Сушинский, вместе с ним выбыл для задержания Малайчук Михаил Федорович. При задержании старший лейтенант милиции Малайчук Михаил Федорович геройски погиб. Преступник был задержан, но, к сожалению, не стало одного из лучших сотрудников белорусской милиции Малайчука, в настоящее время именем которого названа улица города Гомель. На проконце 70-х годов, минулого ста годзе, милиция Гомельской области сутыкнулася с новыми выкликами. Криминогенная палитра злочинства региона значно повеличилася. У Мазары долгий час трымал у страхи насильництва мясцовый моторист. Можно сказать, это был первый маньяк на территории Гомельской области. Машина нападала на жанчин, гвалтовала их, здесняв забойства и рабовань. За маски, яку юнзауседы, опранав подчас злочинства. Гвалтовника долго не могли затримать и прозвали Фантамас. Учитывая серьезность и сложность в раскрытии этого преступления, была создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела уголовного розыска в нашей области и управления уголовного розыска в Беларуси. Проводилось патрулирование и прочие мероприятия. Несмотря на это, Фантамас продолжал свое черное дело. Было установлено, что на одной из продавщиц в универмаге потерпевшая опоздала свою кофточку. Было установлено, что эту кофточку этой продавщицей подарил ее брат Метлушкова Дан. И начались мероприятия по изобличению его в совершенных преступлениях. Благодаря решительным и смелым действиям, преступник был изобличен в совершении более 30 различных преступлений, с которых 12 является разбойным нападением на женщин. Простыми не были для милиционеров Гомельщины и 90-е годы 20-го года. В связи с пирамидами и политическим становящим менялась и криминогенная обстановка. Повеличилась околькость организованных бандформирования, устали фиксоваться наемные забойства. Так, подчас проследования киллера, який открыл огонь по прохожему на привокзальной площади у Гомеля, загинули два патрульные милиционеры – Эдуард Сярогин и Константин Борисенко. Дякуючи их адвазии и самоданности, киллер так и не сдолил у тячей, однако смяродно поранил его проследователя. Увы, не кузлодзю был ликвидованный, а именными Сярогина и Борисенко, у знак их мужности и героизму, названы в улице областного центра. Александр Гамуль, Александр Харлам, поутели радиокомпания «Гомель».